Победа через покорность И сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Захария 3, 1, 2 Вы заметили? Господь да запретит тебе сатана. Власть и сила запрещать сатане принадлежит Христу, а не Христовы. Так что это не я, а Господь запрещает сатане. Я считаю, что мы вполне можем пользоваться этими словами. Господь да запретит тебе сатана. Каждый раз, когда я читаю эти слова, я напоминаю себе, что сила и власть над сатаной не во мне и не у меня, а не во Христе. И только Христос запрещает дьяволу. Так что нет ничего предосудительного в том, чтобы использовать имя Христа. Господь да запретит тебе сатана. Было бы неверно сказать, что это мы запрещаем ему, даже ссылаясь при этом на авторитет Бога. Я думаю, что это довольно опасный путь. К сожалению, огромное количество людей используют сегодня такой подход. И я видел, что происходило с ними. Совершенно по-другому обстоит дело, когда мы осознаем, что сатане запрещает Господь, и мы верой уповаем на это. Я сказал родителям, почувствовавшим, что их сыном завладел дьявол. Враг всего лишь обманывает вас, заставляя считать, что это борьба между ним и вами, потому что он знает, что настоящая борьба происходила между ним и Христом, и что он проиграл в этой борьбе. Он не хочет, чтобы вы узнали об этом. Он хочет, чтобы вы продолжали думать, будто теперь каким-то образом вам придется встретиться с ним один на один. Но это не так. Вам просто необходимо уверовать. Даже когда речь идет о победе над грехом в вашей жизни, это не ваша битва. Повторю еще раз. Наша битва заключается в том, чтобы мы уверовали, что в человеческой плоти, я имею в виду плоть, которую Бог принял как мою, и Иисус преодолел все искушения. Он уже преодолел те искушения, с которыми я встречаюсь. Моя победа над искушениями заключается в том, чтобы видеть, что Он уже совершил это в человеческой плоти и облечься в Него. И когда вы облекаетесь во Христа и приглашаете Его в свою жизнь, в какого человека вы облекаетесь? Вы облекаетесь в того, кого не привлекает зло. Вы облекаетесь в того, кто уже является победителем. Давайте рассмотрим слова, полные силы в первом послании Иоанна, которые подтверждают эту мысль. 1 Иоанна 5,4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Ибо всякий, борющийся до конца. Так написано в вашей Библии? Нет. Всякий, рожденный от Бога. Я надеюсь, вы заметили, что победа – это опыт веры, а не борьбы. Вместо того, чтобы бороться, победитель на самом деле покоряется Христу. На этих страницах я оспариваю мысль о том, что если только я сумею каким-то образом получить силу и помощь от Бога, вдобавок к моим собственным усилиям, я могу победить дьявола. Я решительно оспариваю эту идею. Более того, я отвергаю ее, потому что в своей духовной жизни я отказываюсь даже от права бороться с дьяволом. Я отказываюсь от этого права в пользу Христа. Я признаю, что не могу бороться с дьяволом, потому что я бессилен и беспомощен. Я покоряюсь Иисусу Христу, передавая Ему право борьбы с дьяволом, искушением и грехом. Именно это происходит в то мгновение, когда я начинаю верить. В этот момент я фактически говорю Богу, я не могу бороться с дьяволом. Благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне Иисуса. От борьбы к вере. В большинстве битв победа приходит в борьбе за нее. Но все обстоит совершенно иначе в нашей духовной жизни. Здесь победа приходит не в борьбе, а в подчинении. Что же мы подчиняем? Мы подчиняем мысль о том, что у нас есть какое-то право бороться с дьяволом и надежду на то, что у нас есть какой-то шанс преуспеть в борьбе с ним. Вместо этого мы признаем, что Бог даровал нам того, кто не только взял на себя борьбу с дьяволом, но и победил его, находясь в человеческой плоти. И когда мы облекаемся в Иисуса, мы обретаем Его успех и Его победу. Итак, когда мы сталкиваемся с искушением, грехом и дьяволом, то вместо борьбы и собственных усилий, чем мы, собственно, занимались долгие годы, порой до полного изнеможжения и отчаяния, мы начинаем верить и взираем на то, что Сын Человеческий уже совершил в человеческой плоти. Самое сложное для большинства из нас это принять истину о том, что Бог возложил ответственность за решение проблемы греха на Иисуса, а не на нас. Идет ли речь об осуждении и смерти или о грехе, как силе, действующей в нашей жизни? Так что, когда я искушаю им, я начинаю верить. Другими словами, я больше не борюсь с грехом и дьяволом, а позволяю Иисусу делать то, о чем Его попросил Отец. И если мы прочитаем 1 Иоанна, то поймем, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Когда вы рождаетесь от Бога, вы облекаетесь в Иисуса Христа. Посредством Духа вы принимаете разум Христа. И теперь это Христос в вас, кто побеждает мир, а не вы в своей человеческой плоти. Это опыт веры. Бог в вас. Если вы рождены от Бога, то Бог в вас. Евангелие – это не просто рассказа о Боге. Это сила Божья ко спасению. Бог пребудет в каждом человеке, уверовавшем в Его дар любви в Иисусе Христе. Я прихожу к выводу, что, наверное, очень немногие действительно верят в Иисуса, как Сына Божьего. Сегодня не слышно, чтобы люди свидетельствовали об оправдании, об этом не говорят. За это не славят Бога. Однако вера в то, что Иисус есть Сын Божий, заключается в том, что Бог принял Его совершенную жизнь и смерть вместо Моей. Я больше не считаюсь виновным и осужденным на смерть. Я имею право на небеса. Я вошел в Семью Божью. Я – Его Дитя. «Поразмышляйте всего лишь о двух библейских обетованиях, подтверждающих эту истину, о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» Иоанна 1, 12. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге» 1 Иоанна 4, 15. Что необходимо Богу, чтобы пребывать в нас, жить в нас? Наше исповедание того, что Иисус есть Сын Божий. Поэтому я постоянно акцентирую ваше внимание на важности, привычке каждое утро приходить ко Кресту, взирая на Него со словами «Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты послал Своего Сына в человеческой плоти и позволил Ему взять на Себя ответственность за грех». «Я верю в это всем своим сердцем». В тот момент, когда вы произносите эти слова, Бог пребывает в вас. Вы выходите из дома с присутствием живого Бога в вас. Я пришел к выводу, что не так уж много людей делают это, потому что очень многие подходят ко мне и говорят, «О, у меня такая проблема с характером» или «О, я постоянно злюсь» или «О, у меня есть такая отвратительная привычка». Некоторое время тому назад я повстречался с одним пастором. Он сказал, «У меня есть греховное влечение к порнографии, и это просто убивает меня». Я сказал ему, «Секундочку, я только достану платочек, чтобы поплакать о вас». «Я серьезно», возразил он. «Я тоже», ответил я. «Я плачу не о вашей проблеме. Я плачу, потому что вы не понимаете, что такое вера. Вы не исповедуете каждый день своей жизни, что Иисус есть Сын Божий, потому что, если бы вы так поступали, вы имели бы ум Христа. И, аллилуйя, вы могли бы спокойно смотреть на красивую женщину без похоти. Вы бы смотрели на нее со словами, «Боже, благодарю Тебя за это прекрасное создание. Я смотрю на нее не как на объект похоти. Я вижу в ней Твое прекрасное творение». И хочу вам сказать, что когда это впервые произошло в моей жизни, я сказал, «Боже, спасибо Тебе». «Хорошо», сказал мне Бог, «только позволь моему уму пребывать в Тебе, и такие мысли станут для Тебя ежедневной нормой». Однако пастор этот продолжал, «Пожалуйста, помогите мне. Я каждый день рассматриваю порнографические снимки. Это убивает меня». «Еще бы! Если бы я питал этим свой ум, это убило бы и меня», ответил я ему. «Вам никогда не приходило в голову, что если бы вы имели ум Христов, то вы бы нашли в себе силы включить фильтр на своем компьютере и заблокировать эти снимки? То есть, если бы вы просто исповедали Христа, то, имея ум Христов, пребывающий в вас, вы бы просто пошли домой и включили бы фильтр?» Пастор посмотрел на меня с нераскрываемым удивлением. «Вот и все, что нужно», продолжал я. «Я не смогу сделать это за вас. Вы еще не уверовали. Если вы пришли ко мне с подобным вопросом, значит, вы еще не уверовали». Как-то на одном из моих семинаров поднялся мужчина и сказал, «Я просто привязан к телевизору. В течение 20 лет я прихожу домой в 5 часов вечера, ложусь на диван и смотрю все подряд. Спать я иду в 12. Все это время я не двигаюсь с места». «Конечно же, мой брак нельзя назвать браком. Мы с женой, это два незнакомца, живущих под одной крышей. Я, собственно, не знаю, почему она до сих пор не развелась со мной. К счастью, его жены на семинаре не было. «Я чувствую себя таким слабым и ничтожным», добавил он. «А вы можете мне что-нибудь посоветовать?» «Ну, конечно, конечно, однако, сказал я ему, для этого нужен ум Христов. Вы еще не уверовали. Вы боретесь с чем-то, что для Иисуса не представляет никакой проблемы, потому что его не привлекало насилие, секс и все остальное, переполняющее телеэфир. В его жизни был здоровый баланс. Ему нравилось проводить время в женской компании. «Конечно, это так. Почему, на ваш взгляд, он проводил столько времени в доме Марии и Марфы? Думаю, что он находил там любовь, которую не нашел больше нигде. Но у него не было извращенных взглядов на это. И если вы обличетесь в его ум... «Ладно», перебил меня он, «что произойдет, если я облекусь в ум Христов?» «Если бы в вас был ум Христов, ответил я ему, вы бы посмотрели на телевизор и сказали, этот ящик управляет всей моей жизнью, а потом, наверное, вы бы взяли ножницы и перерезали шнур». Я видел, что он внимательно слушает меня. «Прекратите бороться», продолжал я, «покоритесь, покоритесь и облекитесь в ум Христов. уверуйте в то, что Иисус победил мир, плоть и дьявола. Он сделал это в человеческой плоти. Исповедуйте это. И где будет Христос с этого момента? Он будет в вашем разуме. Это тот орган вашего тела, через который Святой Дух работает с вами. И когда Христос будет в вашем разуме, вы примете правильное решение в отношении телевизора? В этот же день, придя домой, он сделал это. На следующей неделе он пришел на семинар в радостном возбуждении. Вам стоило бы послушать его свидетельства. Он сказал, «Я 20 лет был рабом, но я облегся в ум Христов, и я точно знал, что мне нужно сделать. Я выдернул шнур телевизора из розетки, взял ножницы и перерезал его». Он так и остался стоять в углу, потому что я понял, что не могу справиться с этим телевизором. А вот он легко справлялся со мной. Затем с сияющими глазами он сказал, «Я чувствую себя свободным, мы с женой наконец-то стали общаться. Я просто ожил в духе. Я больше не раб греха, потому что я облегся в ум Христа». Когда вы облекаетесь в ум Христа, вы все видите по-другому. Однако вы осознаете, насколько легко вернуться обратно и опять поступать по-прежнему, ведя плотский образ жизни вместо Божьего образа жизни. Я не могу прожить ни единого дня своей жизни, не взыскав ума Христова, потому что этот мир небезопасен. Я могу относиться к людям без надлежащего терпения, но со Христом во мне я обнаруживаю в себе невероятную благодать, помогающую мне с терпением относиться к людям, понимать их и любить. Это его путь. Единственное, чего он желает, это чтобы мы облекались в его ум настолько регулярно, чтобы это стало привычным и естественным в нашей жизни. Совсем недавно я осознал, то, что раньше мне казалось привлекательным, теперь таким мне не кажется. я не смог бы, конечно, указать точное время этой перемены, потому что очевидно она происходила в течение какого-то периода времени. Поэтому я поднял свой взор и сказал спасибо Боже. А он ответил ты не заметил, как это происходило, потому что ты облегся в ум Христов. постепенно желания Христа становятся нашими естественными желаниями. Вот тогда-то начинается новая, волнующая и захватывающая жизнь. А как называется весь этот процесс? Освящение. Как действует освящение? Если вы постоянно возвращаетесь к одной и той же вредной привычке в течение этого процесса, то вы, вероятно, потеряли веру. Вам необходимо вернуться к исповеданию, что Иисус есть Сын Божий. И в тот момент, когда вы это делаете, вы переходите от старых привычек к новым, придающим вам силу. Когда я только начал понимать это, мне приходилось исповедовать свою веру по несколько раз в день. И каждый раз, когда я чувствовал искушение или возвращение прежних привычек, я обнаруживал в себе растущее желание вновь исповедать свою веру в то, что Иисус есть Сын Бога Живого, который в человеческой плоти победил грех грех, искушение, плоть и мир. В тот момент, когда мы исповедуем, что Иисус есть Сын Божий и славим Бога за Его дар любви, Бог пребывает в нас. Суть же всего в том, что именно Бог в вас отвергает грех, а не вы своими силами, даже с Его помощью. Бог единственное существо, которое не испытывает влечения к нечистому. Наша природа влечет нас ко всему греховному и нечистому, но это не свойственно Богу, поэтому если вы почувствуете, что вас больше не влечет к чему-то нечистому, вы поймете, что Бог в вас. Тогда вы скажете «Да, слава Богу!» Самой тяжелой борьбой в нашей жизни является выбор либо покориться Богу и позволить Ему жить в нас, чтобы избавиться от влечения к нечистому, либо самостоятельно бороться с этим, умоляя Бога дать нам силы, чтобы справиться с этим. Этот последний путь – путь поражения, который привел многих христиан к тому, что они зациклились на собственных грехах и на своей неспособности измениться. Всеоружие для защиты, а не для битвы. Всеоружие Божье Ефесянам 6 глава с 10 по 17 стихи. Необходимо не для борьбы с сатаной, оно необходимо для защиты от раскаленных стрел лукавого. Некоторые считают, что облачившись во всеоружие, можно смело воевать с сатаной. Это не так. Облечься необходимо для защиты. Битва уже завершилась победой, но она продолжается в нас, потому что борьба заключается в выборе либо поверить в это, либо не верить и продолжать терпеть поражение. Эти два выбора можно сравнить со светом и тьмой. Один приводит к победе, другой к поражению. Победа в христианской жизни обретается посредством веры в то, что борьба с дьяволом и грехом передана Иисусу Христу, и мы отдаем свое право борьбы Иисусу, исповедуя свою веру в это. В тот момент, когда мы поступаем так, Дух Бога Живого вносит Христа в наш разум. Теперь мы имеем ум Христов, а ум Христов не влечет ко греху и злу, его влечет только к святому и чистому. Слишком многие стараются противостоять греху и дьяволу, изо всех сил пытаясь не впасть в искушение, умоляя Бога даровать им силы, чтобы не проиграть в этой борьбе. Когда же они падают, они разочаровываются и задают вопрос, действительно ли у Бога все так, как Он говорит. Все это всегда заканчивается тем, что такие люди либо обвиняют Бога, либо приходят к мнению, что они просто слишком слабы, чтобы преодолеть искушение. Когда эти люди оказываются в такой ситуации, знаете, что они думают? Даже мои попытки стать лучше не будут иметь значения. И они возвращаются на прежние позиции и к прежним привычкам. Они даже прекращают борьбу. Многие прошли через это, потому что они недостаточно сильны, чтобы противостоять искушению и дьяволу даже с Божьей помощью. И наконец, полностью отчаявшись, по Божьей милости они склоняются у подножия креста. В тот момент они осознают, Бог попросил об этом и Иисуса, а не меня. Мне нужно лишь поверить в это и обрести ум Христов. Это Бог во мне противостоит злу, а не я. если я не успешен в противостоянии злу, то, скорее всего, во мне нет Бога, потому что я делаю это собственными силами, вместо того, чтобы посредством веры позволить ему войти в мой разум. В четырех главах послания к римлянам с пятой по восьмой Павел описывает людей, называющих себя верующими, но все еще остающихся плотскими. Павел проводит четкую границу между плотскими людьми, называющими себя верующими, и духовными верующими, в которых все еще видны некоторые очень интересные характеристики. Существует много заблуждений в отношении того, что же в действительности происходит, когда человек становится духовным. Некоторые люди, например, считают, что они больше никогда не столкнутся с искушениями. Другие думают, что они никогда больше не будут испытывать влечение ко греху. Некоторые считают, что их больше никогда не привлечет что-то недостойное. И все они разочаровываются, когда все это снова происходит с ними и начинают думать, я должно быть плотской человек. Интересен тот факт, что Павел называл верующих в Коринфе святыми. А были ли они полностью зрелыми во Христе? О, нет. Очевидно, что можно быть во Христе, находясь в процессе духовного роста. И при этом не быть плотским человеком. Однажды может произойти что-то такое, что повернет вас в шок, но при этом вы все же не вернетесь в царство плоти, потому что вы под благодатью помните об этом. А когда вы под благодатью, то вы обретаете свободу в возрастании во Христе и решении проблем в каждом аспекте вашей жизни, не испытывая при этом чувства осуждения. Если вы под благодатью, то вы свободны решать проблемы в каждой области своей жизни и характера. вы свободны возрастать и достигать зрелости, не чувствуя осуждения в процессе роста. Не благая ли это весть? Редактор субтитров Корректор А.Егорова